Я много общаюсь с людьми, смотрю всякие проекты на гитхабе, и когда дело заходит про разговоры про стримы, я заметил, что у людей сложились некоторые стереотипы относительно стримов, вообще того, что добавили в java 8. И в своем докладе я попытаюсь разрушить эти стереотипы, по крайней мере, некоторые из них. И вот, во-первых, да, не верьте мне, я вру, проверяйте все сами. В конце доклада будет ссылочка на гитхаб, можете зайти, там все исходники будут, можете запускать бетчморки сами. Так, начнем с разминки. Кто вообще считает, кто вообще знает, для чего еще кроме коллекции можно использовать стримы? Один, два, все, два, три, отлично. Ну да, вот, пожалуйста, коллекции наши стандартные. Все, наверное, такой синтекс уже когда-либо видели. Есть какая-то коллекция, пожалуйста, мы с ней работаем, все хорошо. Напрашивается сразу вопрос. Если есть работа с коллекциями, с чем еще можно проработать? Ну, с массивами, наверное. Тоже есть такое. Но на коллекциях и на массивах структуры данных не заканчиваются. Есть, например, стандартные строчки. Все стрингами работают. И вот у нас можем уже коллекции от стрингов брать. Если есть любители конструкторов, билдеров, пожалуйста, вот так мы можем использовать стримы и вручную задавать какие-то данные. То есть можем создать какой-то стрим из перечисленных руками объектов и спокойно пользоваться. Помимо всего прочего есть генераторы. И такие стримы являются бесконечными. То есть следующие элементы в этом стриме будут генерироваться автоматически до тех пор, пока мы явно не прервем саму генерацию. Помимо всего прочего можно использовать и с файлами или с какими-то ридерами. Вы открыли файл, взяли у него строчки и, пожалуйста, вся функциональность стримов, фильтры, мапы и все прочее для вас доступна. То же самое и для простых стримов с какими-то данными. Более редкие варианты. Например, рандомы. Нам надо получить какой-то бесконечный массив, бесконечный стрим с случайно генерируемыми значениями. Вот, пожалуйста, легко можно так сделать. Кто-нибудь знает еще какие-нибудь варианты? Range. Ну, это, в принципе, относится к генераторам. Вараргам. В принципе, то же самое. Ну, на самом деле, я тоже не знаю. Вот такой разминочный миф мы разрушили. Теперь немножко все будет посерьезнее. Во-первых, я хочу показать, с какими параметрами я делал все бенчмарки. Все бенчмарки делались с помощью gmh. Параметры, как вы видите, позволяют отработать и C1-компилятор, и C2-компилятор уже. То есть эмуляция кода, который запущен на продакшн на сервера уже и работает какое-то достаточно продолжительное время. Итак, самый распространенный миф. Стримы быстрее коллекции. Вот есть такой стереотип, который сложился, да, у разработчиков, что если я напишу код на стримах, то он будет работать быстрее. Кто так считает? Так. Так. А почему? А зачем этот стрим придумали вообще? То есть распараллелить можно? Ага. Отлично. Ну давайте проверим. Вот у нас есть код. Вообще такой простой, незамудренный код. То есть у нас есть какой-то лист строк. Мы делаем простейшие операции с этими строками. Да, вот. И попробуем представить его на Java 8. Красиво, правда? То же самое, да? Все видят, что код такой же. Вот так будет быстрее работать же, правда? Ну кода меньше. Ну согласитесь, там было целый слайд, тут полслайда всего. Кода меньше. Внутри строки какие-то рандомно сгенерированные по одинаковой длине. И в этом примере точно одинаковый набор данных абсолютно. Запускаем бенчмарки, получаем вот такой результат. То есть стрим работает чуть-чуть медленнее. В принципе, в рамках статистической погрешности одно и то же по большому счету. То есть стримы не работают быстрее. Да, вот, пожалуйста, один из примеров, когда они работают быстрее. По факту можно сказать, что миф разрушен, и все, перейти к следующему. Но правильно вот сказали, стримы-то параллелятся хорошо. А если мы возьмем вот тот же самый код и распараллелим его? То что произойдет? Сейчас же, ну сейчас-то должно быть быстрее, правда? Ну почему нет? Ну мы распараллели. Вот там четырехъядерная машина, двухъядерная машина. Пожалуйста, быстрее же будет работать. Кто считает, что быстрее будет работать? Что-то не верите вообще, да? Размер коллекции, ну вот, например, здесь было 100 тысяч элементов. Те же самые 100 тысяч элементов. Абсолютно та же самая коллекция. Вообще набор данных одинаковый абсолютно. Ну вот тут такой код. Мерзется будет. Так, ну на самом деле быстрее будет работать. Да, ну потому что мы просто взяли и распараллели. Все по-честному. Параллельно выполняется быстрее. Да, параллельность стримы в каких-то случаях будет быстрее работать. К чему это нас все подталкивает? К тому, что мы сейчас добавим параллел, и все будет работать быстрее. Все будет летать. Классно, давайте все перепишем. Весь наш код на стримы и параллельно. Давайте разбираться вообще. Для этого нужно прилиться из-под капота. Просто так непонятно, как это работает. Вот так работает итератор. Старый добрый итератор. В форычах, в циклах. Мы берем один элемент, проверяем наличие другого, берем его и так далее. Пробегаемся по всем элементам. Как это можно распараллелить или оптимизировать? Никак. Ну, тяжело, да? Что произошло в Java 8? В Java 8 добавили вот такой класс, который называется сплитрадер. Который как раз и является основой всех стримов. Который работает с данными вот так. То есть данные разбиваются, общий объем данных разбивается на два куска. Потом каждый из этих кусков разбивается еще на два куска. И так можем делить до тех пор, пока мы можем делить. Как это параллелится? Так уже лучше, да? Давайте проверим. Значит, вот у нас есть такой код. Все видно, да? У нас есть какие-то пользователи. Мы берем от этих пользователей стрим. Мы оставляем только уникальные значения. Сортируем их. Берем первые десять и вот преобразуем к строке. Ну, то есть какой-то рейтинг пользователей. Для того, чтобы было понятно, вот показываю код юзера самого. То есть у нас есть два поля. Какой-то ID-шник и какой-то аккаунт. Ну, какое-то число, по которым мы будем определять там топ десять пользователей. Определение уникальности по ID-шнику. Определение там лучших по этому аккаунту. Код простейший. Вот, значит, мы запускаем. И что мы видим? Параллельный стрим выполнится быстрее. Все. Кто-нибудь скажет? Ну, да. Миф подтвержден. Мы добавили параллел. Параллельный код выполнится быстрее. Все отлично работает. Но, как вот тоже правильно заметили, если мы что-то параллелим, то периодически мы должны это джойнить. И в стримах используется как раз технология for join. То есть в какой-то момент какие-то операции могут потребовать сджойнить все результаты, которые мы получили. В данном случае, ну вот, там пример есть. distinct, sorted, limit. В данном случае мы sorted используем, да, то есть мы сортируем. Когда объем данных большой, в принципе, это, ну, незаметно. Это никаких overheadов не дает. Но вот если мы возьмем, допустим, объем данных маленький, 100 элементов, да, то мы получаем уже проседание. Потому что этот overhead на то, чтобы мы распараллели, потом сджойнили, потом опять распараллелили. Данных-то мало. Поэтому в этом нет никакой необходимости. Вот. Но при этом, если мы даже возьмем 10 миллионов записей, то мы тоже получим проседание по скорости. То есть вот не всегда параллельные стримы там будут быстрее, чем обычные стримы, да? И вроде бы как логично, что должно быть, но нет. Надо всегда смотреть на то, какие операции выполняют стримы. Если много операций, которые должны будут постоянно джойнить потоки, то, соответственно, мы получим overhead. Мы получим проседание по образовательности. Если у нас там мало каких-то, мало операций, то мы опять тоже проще выполнить обычный стрим, пробежаться просто по всем объему данных и все. И помимо всего прочего, вот если мы посмотрим документацию к сплитератору, то у нас вот написано, что мы можем вообще не делиться. То есть сплитератор, даже если мы указываем, что стрим параллельный, на самом деле он не обязательно будет параллелиться. То есть это все может спокойно выполниться в одном потоке. Все зависит от реализации сплитератора. И как бы вот в доке отлично про это все написано. Так, этот миф мы тоже разрушили. Следующий миф. Класс. Вот тоже можно слышать, какая разница, от чего мы берем стрим. У нас есть данные. Ну вот у нас массив строк, список строк, сет от строк. Те погрешности, которые были бы при обычных форычах, они также остаются и в стримах. То есть никаких дополнительных нагрузок мы там не получаем. Ну вот давайте это проверим. Просто возьмем и проведем какой-нибудь эксперимент. Вот у нас есть, значит... А, ну да. Вообще, если опять мы заглянем под капот и посмотрим вообще, как устроен сплитератор, то мы обнаружим, что он принимает еще какие-то характеристики дополнительные. Вот список текущих характеристик, которые есть там в Jaya. Что такое вообще, зачем они нужны, да? То есть мы какие-то характеристики подаем. Ну вот, если подробно рассказать про каждую из характеристик, да. Характеристика Ordered говорит о том, что набор данных, с которыми мы сейчас работаем, для него очень сильно важен порядок. Тот порядок, в котором данные у нас находятся в массиве, в объеме, в таком же порядке мы должны получать результаты их обработки. Характеристика Distinct говорит о том, что все элементы уникальны. Мы заранее как бы говорим сплитератору, что все элементы, которые находятся внутри данных, они все уникальны. Понятно, sorted все отсортированы. Sized — это на случай, если мы точно знаем размер данных. Как я говорил, вот есть бесконечные стримы, которые генерируются. В них, соответственно, нет размера. То есть мы не знаем, какой размер у них, поэтому такой характеристики не будет. И, например, subsized — последняя характеристика тоже. Как раз на случай, если мы используем какую-то часть сгенерированного стрима. Еще есть такие характеристики, как not null. Соответственно, все элементы не null. Есть характеристика immutable. Понятно, да? То есть все элементы и вообще весь массив, он не изменяется. И concurent. Вот последний. Not null, immutable, concurent. В java 8, по крайней мере, я не знаю, как они используются. Никак пока. Может быть, в java 9 добавят они какое-то использование. Так, про subsized я сказал. Реакция такая, когда читаешь документацию. Что, блин, ну какие характеристики? Ну сколько можно? Ну и так splitterator добавили. Что-то, какие-то непонятные структуры. Тут еще какие-то характеристики. Зачем? Зачем? Все это нужно. Раньше были хорошие циклы. И for each. И всеми пользовались. Никаких проблем не было. Вот если мы вернемся к тому результат, который мы получили на предыдущем мифе. Тот же самый код. Вот у нас параллельные стримы. Победили, заслуженно победили обычные стримы. Но в том случае мы использовали list. ArrayList. Неважно. ArrayList. А вот возьмем и те же самые данные, но сначала запихнем в какой-нибудь reset. И вот такой результат будет. То есть сейчас параллельные стримы выполняются гораздо медленнее. Обычный стрим на 100 тысяч элементов вообще практически не выполнится. Меньше 12 секунды. Почему так происходит? То есть мы поменяли тип. И скорость заметно изменилась. И все стало работать быстрее. Все дело как раз в тех самых характеристиках. Когда мы берем стрим от 3-сета, например, то у нас проставляются характеристики сразу. Так как это set, то проставляется характеристика distinct. То есть все значения уникальны. Так как это 3, то соответственно проставляется характеристика sorted. В итоге, когда мы видим вот такой код обрабатывается в стриме, который был получен от 3-сета, то некоторые методы вообще не выполняются. Скажем, в данном случае не выполняется distinct, вообще игнорируется. За ним не выполняется sorted, игнорируется. Потому что у нас уже исходный массив данных. Он уже все отсортирован и он уже уникален. То есть мы просто берем первые 10 элементов, вызываем у них тут string и все. И все собираем в отдельный лист. Тут, конечно, что приходит в голову? От сортировки-то мы не ушли. И от проверки на уникальность мы же тоже не ушли. Все это происходило в тот момент, когда мы добавляли элементы в set. Но вот если мы, допустим, берем один и тот же исходный массив данных и несколько раз пытаемся там работать, несколько раз сортируем, несколько раз с каким-то стримами работаем, то проще брать, один раз это сделать и дальше уже, соответственно, этим пользоваться. Может быть, вы не знаете, как будет реализовано что-то, но подобрав нужную коллекцию, и вы сможете где-то оптимизировать скорость. Тоже этот миф мы разрушили. Да, все-таки тип данных и вообще то, откуда пришли коллекции, очень сильно влияют. И влияют они за счет тех самых характеристик. Если вдруг вам придется когда-то писать свой сплитератор, писать свой стрим от какого-то своего типа данных, то вот вы можете как-то по-своему эти характеристики обрабатывать. Может быть, что ничего добавить. Вот есть такой тоже миф, что вообще параллель плохо, потому что когда мы используем параллельные стримы, то они какую-то кучу хлама выполняют, хламных операций каких-то непонятных, которые вообще не нужны. И все это сильно гружает процессор, все работает плохо. Давайте откажемся от этого. Интересно, да, Завелина? Кто так считает вообще? Кто считает, что параллельность? Когда мы параллелим, все лишнее что-то выполняется. Так, так, отлично. Ну, понятно, да, я вот хочу тоже сейчас так уточнить, что под лишней операцией мы понимаем те операции, которые мы явно указываем над данными. То есть если мы там хотим отфильтровать, то отфильтруется не столько, сколько мы этого хотим, а больше. Или если мы выполняем команду map, то она вызовется, опять же, большее количество раз. Ну, чтобы пояснить, пожалуйста, вот код. Берем какой-то стрим от шести элементов. У нас есть такие фейковые лямбды, да, будем использовать. Которые, ну, просто они выводят в консоль порядковый номер, числа, которые мы обрабатываем. То есть у нас это map, который ничего не делает, фильтр, который ничего не фильтрует. Потом берем три элемента из вот этих шести. Первые, которые попадутся нам, да, и просто делаем forward по этим фильтрам. И опять же выводим все в консоль. Если мы это запустим, запустим мы это с обычными стримами, то получится примерно вот так. Ожидаемый результат. То есть да, вот мы взяли первый элемент, выполнили у него map, выполнили у него фильтр, прогнали через forage. Взяли второй, взяли третий. И потом у нас сработал лимит, да, и с трех элементов все. Это мы заканчиваем, больше ничего не делаем. Если мы возьмем тот же самый код и сделаем параллельный стрим, то мы получим вот это. Мы вызвали команду map и команду фильтр для всех шести элементов. Выполнили их, потом у нас произошел join, мы взяли три элемента и выполнили forage для этих трех элементов. Вот, пожалуйста, вот они, лишние операции. И здесь как бы вот, если так подумать и сравнить с тем, что я говорил до этого, да, то есть все там, допустим, distinct у нас может не выполнить, сорта не может выполнить, 180 характеристик. То есть все то, что мы пишем, дополнительно обрабатывается еще по умному, да, и Java за этим следит, то почему она, допустим, не возьмет и за этим не будет следить. Вообще, вот если мы посмотрим, вот если мы сейчас возьмем и в этом коде уберем forage, да, то вот ничего не будет. Ни в параллельном стриме, ни в обычном. Хотя, несмотря на то, что вот мы сейчас вот здесь вызываем и map, и фильтр, которые должны что-то написать в консоль, но ничего. Это происходит потому, что при работе со стримами все операции делятся на терминальные и на промежуточные. Промежуточные операции, они как таковые ничего не делают до тех пор, пока для стрима не будет вызвана терминальная операция. Ну, промежуточные всегда возвращают обратно стрим, то есть новый стрим, который уже после выполненных операций. И терминальная операция никогда не возвращает стрим, она возвращает что-то уже другое совсем. И до тех пор, пока терминальной операции нет, ничего выполняться не будет. Будет просто создаваться новый стрим и все. И опять же, вот здесь должно же быть вроде логично, да, если мы обрабатываем, если у нас ожидается термальная операция, то почему же мы вот лимит не применяем, да? Ну вот возьмем сейчас мы и попробуем убрать фильтр. Что будет, если мы выбираем фильтр? Кто может сказать? Пропала вера в java, правда? Кто еще верит в java вообще, что она работает? Так как она надо вообще? Так, отлично. Ну вот если мы вызовем стримы параллельно и обычно, то он работает как надо. Ну как раз потому, что в данном случае при обработке стримов, так как у нас нет фильтрации, то значит все элементы, ну можно просто взять первые три элемента и их обработать. Как раз это произойдет, когда этот стрим будет обрабатываться перед запуском. То есть когда мы выполняем последовательный стримов, то есть сделали стримы 6 элементов, потом map и так далее, спидратор возьмет первые три элемента и все. То есть вот и не выполняется. В случае, когда мы делаем if, мы не знаем, какие из элементов будут использоваться. Может быть какие-то фильтруются, может быть нет. Поэтому в данном случае сначала выполнятся все операции, потом выберутся три элемента и обработаются. Соответственно, тут возникает какая мысль, что если я буду делать какие-то нагруженные операции, то они будут лишние выполняться. Они будут загружать, засорять, забивать процессор и так далее. Причем все же знают, что стримы используют один и тот же for join. Все знают, правда? И, соответственно, если мы в одном стриме такое сделаем, потом где-нибудь другой стрим запускается, то пока один не отработал, другой не начнется. Соответственно, это проблема. Вообще, конечно, не рекомендуется. Даже в документации написано к стримам, что не стоит вообще использовать параллельные стримы для вычисления каких-то там больших объемов данных, выполнения больших математических вычислений или чего-нибудь еще. Лучше, если вам надо действительно что-то распараллелить, используйте стандартные конкуренции. Возьмите потоки, что-то выполните, объедините результаты и так далее. То есть стримы используются для каких-то быстрых операций, для операций с не очень большим объемом данных. И тогда вы получите заметный прирост в производительности. К сожалению, этот миф не получился разрушить. Действительно параллельно. Если мы делаем параллельные стримы и пишем специфичный код с лимитом, то будут выполняться лишние операции. Те, которые по факту могли бы вообще не выполняться никогда. Если подводить итог, то что мы сегодня узнали? Что стримы можно использовать для разных типов данных. Не только для коллекции. Строки, массивы, генераторы, файлы. И все это работает со стримами. Если вам этого недостаточно, вы хотите, чтобы массивы работали еще с чем-то, вы можете спокойно написать свой стрим, свою реализацию с литератора. Если пойти на гитхаб, можно найти библиотечку, которая называется StreamEx, которая расширяет функциональность стримов, позволяет работать с картами и со многими другими вещами. Дальше стримы не быстрее циклов. То есть можно найти, можно пойти почитать какие-нибудь статьи, абсолютно там нагуглить, где будет куча бенчмарков, которые говорят, ну, конечно, надо все переписывать на стримы, и стримы наше все. Нет. В Oracle не просто так писали циклы, да, и они отлично работают, и очень быстро, не надо гнаться за модой, не надо все переписывать, бежать на стримы. Все-таки старые добрые циклы, циклы еще что-то умеют. Дальше, конечно, если мы добавляем параллел к стриму, это ни о чем вообще не говорит. Это не увеличит производительность. Мы не можем сказать, что все будет работать быстрее, или все будет работать медленнее, или мы сейчас забьем абсолютно процессор. Нет. Для каждого конкретного случая нужно смотреть отдельно. нужно вспомнить, какие характеристики, нужно посмотреть, какой тип данных используется. То есть нужно подходить отдельно. Не стоит просто так везде раскидываться параллелом. Класс влияет. Если вам нужно часто там сортировать и так далее, возьмите коллекцию, которая там уже сортирует. Трисет какой-нибудь. Что-нибудь еще. Посмотрите внимательно на то, какие характеристики будут от этого набора данных установлены в спильтраторе. Вообще по-хорошему нужно пойти и почитать документацию. Посмотреть, что написано в документации, и потом уже таких вопросов вообще возникать не будет никогда. И да, параллельный стрим выполняется, выполнять лишние операции. Поэтому особенно если вы используете там лимиты и так далее, старайтесь не нагружать, во-первых, не выполнять какие-то тяжелые операции в стримах, особенно параллельных. Во-вторых, не выполнять какие-то очень длительные операции, с большими объемами данных. Потому что это, во-первых, может вызвать лишнюю операцию. Во-вторых, это может вообще в принципе нагрузить ваш процессор или fork join. Будет использоваться один на все. И, собственно, я так кратко про все рассказал. Вот здесь вы видите контакты. Тот контакт, который про GitHub. Там есть все исходники. Там есть все бенчмарки. Можно запустить. Можно проверить на своей машине. Прийти и сказать мне, что вообще все вранье. И на самом деле все не так работает. Я там скажу классно. И попрошу у вас там какого-нибудь, может быть, совета. Ну все. Спасибо всем за внимание.